И последний вопрос на сегодня. В каких ситуациях может быть человек, который вошел в тот вид Ихрама, о котором мы говорили в прошлом вопросе? Говорит тот, который вступил в Ихрам, то есть опираясь на кого-то из людей, то есть я вступаю в Ихрам, в такой же, как вступил такой-то, говорит его положение может быть одно из четырех. Ахадуга первое положение. Если он знает, в какой вид Ихрама вступил такой-то, то его Ихрам такой же, как у такого-то. То есть смотри, он говорит, я вступаю в Ихрам, как, допустим, в такой же Ихрам, в какой вступает Ахмад. И он при этом знает, что Ахмад совершает какой Ихрам или какой хадж, например, хаджу-тамадто. Значит, его постановление какое у этого второго человека, что он тоже должен совершить хадж-тамадто. Говорит, Потому что пророк сказал Али ибн Абиталибу, Что ты сказал, когда вступал в Ихрам? Видишь, он сказал, О, Аллах, я вступаю в такой Ихрам, в какой вступил посланник Аллаха, Тогда пророк ему сказал, Самое тоже есть жертвенное животное, как и с тобой, поэтому не выходи из Ихрама. То есть что отсюда берется? То, что если человек берет Ихрам и вступает в Ихрам, в такой же, как вступает такой-то, и при этом он знает, что такой-то вступил в конкретный вид Ихрама, как, например, хадж-тамадто или хадж-ифрат или хадж-тыран, то он должен совершать именно этот вид хаджа, который вступил в такой-то. Говорит Астане второе положение, Если человек сам не знает, какой вид хаджа совершает тот, на которого он опирается. Постановление такого человека, что как будто бы он забыл о своем Ихраме. Это вопрос, который мы разбирали ранее. Так или нет? На одном из, как называется, сегодняшних вопросов. То, что если человек вступил в Ихрам, а потом сам забыл, какой вид хаджа он собирался совершить, то как он должен поступить, мы сказали более правильное мнение? Да, должен откинуть свое старое намерение и взять новое намерение на совершение одного из трех видов хаджа. И какой лучше всего хадж ему совершить? Там а то, если у него нет животных. Но если есть животные, тогда хадж-тыран. Значит, Астане третье положение такого человека, говорит, если тот, на кого он опирается, вообще не вступил в Ихрам. Допустим, передумал совершать хадж и тому подобное. Тогда, говорит, Ихрам этого человека является каким? Свободным. То его положение такое же, как мы разбирали на прошлом вопросе. То есть, что он должен сделать? То есть, так же, как второй. Как будто бы человек забыл свой Ихрам. Может выбрать один из трех Ихрамов, которые он желает. И арабия, и четвертое положение. Если он не знает, вообще такой вступил в Ихрам или нет, чем отличается от первого? Первый знает, что такой-то вступил в Ихрам, но не знает, какой вид конкретно хаджа он собирается совершить. А четвертое положение человека, когда он вообще не знает, такой-то в этом году совершает хадж или нет. Говорит, то его постановление, постановление того, кто вообще не вступил в Ихрам. Говорит, потому что основа отсутствия Ихрама у человека. Тот человек, который не вступил в Ихрам, в своей основе, в Микате, и проехал Микат без Ихрама, как должен поступить? Что мы сказали относительно него? Должен вернуться в свой Микат заново и вступить в Ихрам Микате еще раз и потом уже совершать свой хадж. Знаешь, сколько получилось положений в этом случае? Получилось четыре положения. Первое положение, если человек знает, какой вид хаджа собирается совершить тот, на кого он опирается. Тогда он что делает? Тогда он обязан совершить именно такой вид хаджа также. Второе положение, если он не знает, какой вид хаджа собирается совершить тот, на которого он опирается, тогда его положение, как будто бы он забыл свой Ихрам. Он может выбрать один из трех видов хаджа. Третье положение, когда человек опирается на другого человека в своем виде хаджи вместе с тем, что тот второй человек вообще не совершает хаджи в этом году и не вступил в храм вообще. Или собирается совершить хадж, но в храм еще до сих пор не вступил. Тогда его положение какое? Положение то, как будто он опять забыл свой храм и может выбрать один из трех видов хаджи. И четвертая ситуация. Если он, человек, вообще не знает его, тот человек, на который он опирается, вступает в этом году в храм или нет, совершает в этом году хадж или нет, тогда считается, что он вообще не вступил ни в какой храм и должен вернуться заново на Микад и совершить храм заново. Это был последний вопрос в этой нашей главе, в Китаб-Уль-Хач, и последний вопрос в нашем, в этом, во втором томе. И со следующего урока, иншаллах, приступим к изучению третьего тома.